Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной информационный блог от Славянской Церкви, от Венгриста седьмого дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни, служениях, планах нашей общины. В эту субботу у нас будет особенное служение с участием детского отдела. Будут стихотворения, песни, разные выступления наших детей. Все это направлено на то, чтобы мы чуть больше вам рассказали о детской библейской каникулярной школе, которую мы хотим провести этим летом. Проповедует Александр Ханчевский, так что приглашаем вас не пропустить это служение. Еще хочу сказать, что у нас будет дополнительный сбор пожертвований именно на эту библейскую детскую программу. Больше об этом все вы узнаете в субботу на богослужении. Так что очень рады, если вы будете вместе с нами и поддержите этот проект. После утреннего служения у нас будет членское собрание. У нас есть два вопроса для рассмотрения. Это заявление от Натальи Малевской и вопрос Сергея Наумова. Пожалуйста, останьтесь на эту встречу. Это очень важно услышать ваше мнение и вообще высказаться по этому поводу. 11 мая состоится очередная встреча от семейного отдела. Мы приглашаем семьи, которые прожили вместе от 31 до 40 лет совместной жизни. Это, если я не ошибаюсь, четвертая или пятая встреча уже разных возрастных категорий. Все эти встречи были большим благословением, я уверен, для каждого, кто там присутствовал, для меня в первую очередь. И я уверен, что и эта встреча будет не менее интересной и полезной. Так что, друзья, все, кто прожил вместе 31 год и 40, вот в этом отрезке, не пропустите эту встречу. Ну, а 18 мая у нас будет служение в Хоффман-парке. Всей церковью мы проводим служение там. Это очень близко от нашего дома молитвы, так что думаю, что всем будет удобно туда добраться. Чуть позже мы скажем, или вернее дадим адрес для тех, кто впервые будет туда ехать, чтобы не было никаких проблем. На этом служении у нас будет крещение, потом будет общий потлаг. А главная идея это подвести итог всем этим семейным встречам, потому что мы коснемся всех возрастных категорий, которые существуют в нашей церкви. Так что, друзья, мы будем очень рады, если вы проведете этот субботний день вместе с нами. Уже 7 июня начинается мужской кемпинг, который открывает сезон кемпингов нашей общины. В этом году их будет чуть-чуть меньше, хотя сложно сказать, что их будет меньше. Я хотел сказать, что у нас не будет следопытского кемпинга, но он, скорее всего, будет просто в очень измененном формате. Ведь мы со следопытами едем на всемирный следопытский слет. А по дороге туда у нас будет несколько дней кемпинг, который мы хотим провести в Титон парке и в Еловстовом парке. Так что, друзья, мы приглашаем вас не пропустить ни один кемпинг. В этом году это будет семейный кемпинг, мужской кемпинг, молодежный кемпинг. Уже со следующей недели у нас будет открыта регистрация на мужской кемпинг. Так что следите за информацией и не пропустите ни одно из этих мероприятий. Опять обращаюсь к вам по поводу программы «Молитва перед Гащей Горой». Друзья, это ваш шанс поделиться опытом, который вы пережили с Богом. Ваш шанс прославить Его. Ваш шанс поддержать тех людей, которые сегодня находятся в сложном духовном состоянии. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне и давайте принимать участие в этой программе. Это очень важно. Прославить нашего Небесного Отца. Не постесняться, не побояться. Потому что это славит Бога, открывает людям Его силу и могущество в нашей жизни сегодня. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Мы с удовольствием спланируем с вами время или записи, или прямого эфира на эту программу. Нам гости нужны уже. Так что не ждите на потом. Прямо сейчас, после того, как вы услышали это видеообращение, присылайте мне смс-сообщение на номер телефона, который вы видите внизу. И мы с вами спланируем очередную запись. Ну и в заключение хочу сказать такую фразу или несколько предложений. Я очень благодарен Богу за всех тех, кто совершает служение в нашей церкви. Разного рода служения в нашей церкви. Я тут себе даже выписал. Мне очень приятно смотреть фотографии занятий клубов искателей приключений и следопытов. Я рад наблюдать за служением детского и молодежного отдела нашей церкви. С их богослужениями, с их изучениями Библии, с разными встречами, миссионерскими проектами, которые они проводят. И недавно я был очень приятно тронут встречей женского отдела. Вы помните, целый месяц у них была игра «Тайная сестра», а потом была особенная встреча. И это было огромное благословение для всех, кто не пропустил возможность быть там вместе с ними. Я очень благодарен за наших певцов и музыкантов, которые организовывают разные концерты и организовывают служение наше. Благодарен Богу за их участие. Хочу поблагодарить наших аудио- и видеооператоров. Все команды, которые трудятся над тем, чтобы служение было на высоком качестве. На высоком уровне, с хорошим качеством. Я очень благодарен за наши программы и прямые эфиры, которые организовывают медиа-отдел нашей церкви. За служение отдела здоровья, мужского отдела. За нашу библиотеку, отдел табифы и кухню. Наши три свитера и диаконы, которые заботятся и о нашем физическом доме молитвы, и о нашей духовной церкви. О людях, которые переживают об их благополучии и духовном состоянии. Я от всего сердца благодарен за субботнюю школу, за миссионерский отдел с их домашними церквями. Мне кажется, что невозможно перечислить всех людей, которые задействованы в этом служении. Но когда вы слышите эти объявления, слышите о разных программах, проектах, это все осуществляется благодаря вашему участию. Для меня большое преимущество совершать служение вместе с Александром Ханчевским, пастором нашей общины. Еще одним или моим помощником, другом моим. Это большое преимущество. Трудиться рядом с вами, дорогие друзья. Я молюсь о том, чтобы Бог благословлял вас и дальше. Чтобы это вдохновение и делать еще что-то большее, оно никогда не заканчивалось в вашей жизни. Божье благословение вам в тех проектах, планах, которые нам еще предстоит осуществить. Дай Бог, чтобы во всем имя его было проставлено достойно. И все это способствовало распространению Евангелия и нашему духовному росту. Поэтому, друзья, не опускаем рук, двигаемся только вперед. Впереди еще очень много дел для людей, которые нас с вами окружают. Хочу обратиться с молитвенным блоком к вам тоже. Я прошу вас, чтобы вы и дальше молились за Олега Колбача. Слава Богу, его состояние здоровья улучшилось и появилась очень большая надежда на поправку. Мы продолжаем молиться за мир во всем мире, особенно в Украине, на Ближнем Востоке. И просим, конечно, чтобы Господь вернулся как можно скорее на эту землю, потому что только тогда всем этим бедам придет конец. В заключении хочу прочитать 132-й Псалом. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как налитые на голову драгоценные масла, стекающие на бороду, бороду Аарона, стекающие на края его одежды, как роса Хермона, спустившиеся на горы Сионские. Потому что там Господь заповедовал свое благословение, вечную жизнь. Я рад, дорогие друзья, что вместе мы можем получать, видеть, ощущать все эти Божьи благословения, которые Он изливает на нашу голову. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на наших богослужениях. Жду вашего сообщения по поводу участия в программе «Молитва передвигающие горы». Всего вам наилучшего.